Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Андреа Ковилл при участии Пола Брауна с книгой «Релевантность. Сила», которая меняет взгляды и поведение потребителей и позволяет всегда опережать конкурентов. Андреа Ковилл – это женщина-загадка, ни единого упоминания в русскоязычной части интернета о том, кто она такая. Все, что известно, это то, что она автор книги «Релевантность». По всему интернету все, что удалось найти, это информация на ее странице в LinkedIn, говорит о том, что она 25 последних лет работает в сфере глобальных коммуникаций, помогает брендам выстраивать эмоциональные связи с клиентами, достаточно большой послужной список, там и IBM, и MasterCard, и Philips. С 90-го года она управляющий партнер агентства «Бродер», которая специализируется на маркетинге фармацевтических проектов, и спикер многочисленных конференций и ивентов. Книга вызывает очень противоречивые чувства. С одной стороны, я бы, наверное, все-таки никому не рекомендовал тратить на нее целый вечер, а уж тем более два или, не дай бог, три. С другой стороны, мы в «Читай быстро» для того, собственно, и сидим, регулярно попивая вино, чтобы вы экономили время и принимали решение о том, тратить его на книгу или нет, на основе вот таких вот наших быстрых анализов. Поэтому анализу книги «Релевантность» все-таки быть. Кстати, про вино. Те, кто слушает подкаст не первый раз, знают, что с хорошей книгой я обычно открываю бутылку хорошего вина. Но, к сожалению, еще две недели поста, поэтому вместо вина ароматная робуста. Вы, кстати, знали, что в робусте больше кофеина и хлорогеновой кислоты, чем в арабике, и мало липидов и сахара. Именно это делает робусту по сравнению с арабикой гораздо более лучшим энергетиком. Вернемся к «Релевантности». Значит, постараюсь очень быстро, финальным фактом, который склонил весы в пользу записи обзора, стал тот факт, что она сделана по образу и подобию нашего букнота, блокнота для осознанного чтения, в котором мы в «Читай быстро» обычно структурируем свои мысли. В книге четко 10 глав, как и 10 основных фактов в нашем обзоре. Каждая глава заканчивается небольшим саммари, таким выводами по главе. И что самое крутое, каждая глава заканчивается практическими задачами. Это вот прям 10 фактов, 3 задачи из интересной книги в рамках каждой главы. Такой формат был просто бальзамом на душу нам, поэтому вы наверняка знаете, что мы топим именно за такие структуры в нонфикшн-литературе, чтобы получать максимум пользы. Но если вы вдруг обзор слушать не захотите, а на книгу времени не будет, то пролистывайте главы, читайте выводы и делайте те задачи, которые прописаны в этих самых выводах. Суть всей книги в одном предложении. У вас есть только один шанс произвести впечатление на клиента. Делать это лучше всего с помощью значимости вашего продукта или услуги в его глазах. Значимость равно релевантность, мы сейчас об этом будем говорить. А потом привязывать его к бренду навсегда с помощью каких-либо эмоций. Очень быстро, потому что тут особо уже ничего и не добавишь. Тот же самый тезис в формате 10 фактов. Ни одна маркетинговая инициатива не сработает, если не будет отклика у потребителей, поэтому добивайтесь значимости. Если потребитель не считает вас значимым, у вас ничего не выйдет. То есть огромные потоки информации, миллиард раз уже про это все говорили, недостаток времени. Если вот только не считать сейчас карантинный достаток времени, ну обычно мы куда-то спешим, ничего не успеваем, на нас сваливается куча информационных потоков. И поэтому добиться значимости какого-либо продукта или услуги все сложнее. С другой стороны, это значит, что удельный вес и стоимость этой значимости становится все более важным и обеспечивает обладателя этой значимости огромным рыночным преимуществом. Значимость это то, как потенциальный клиент, вернее, или уже даже реальный клиент видит вас в своих глазах. Как вы закрываете какую-либо его проблему, насколько ваше предложение релевантно его текущему состоянию, релевантно, то есть соответствует. Может ли он с вашей помощью решить какую-то проблему или закрыть свою какую-то боль. Для того, чтобы постоянно быть в этой максимальной эмоциональной связке с клиентом, вы должны помнить, что все, что происходит, должно носить личный характер. Если вы владелец бизнеса с 9 часов утра до 6 часов вечера с перерывом на обед и двумя выходными, ничего у вас не выйдет. Чем ярче вы отождествляете бизнес с собой, с вашей персональной историей, с персональными обидами, поражениями, победами, гордостью и радостью, тем больше для вас это будет личное и тем круче вы будете вовлечены в происходящее. У этого тезиса есть обратная сторона медали, неудачи с приставкой очень личные, выжигают вас в разы быстрее. Но без привязки вашего бизнеса, ваших услуг или продуктов, которые вы производите, вот к вашему внутреннему состоянию достаточно личной истории, ничего не выйдет. В том числе еще и потому, что у вас, как правило, есть один шанс на то, чтобы улучшить жизнь. И тут в этом тезисе речь идет не о улучшении вашей жизни, а жизни тех людей, для которых вы создавали этот продукт или создавали эту услугу. У вашего товара или услуги есть только один шанс улучшить жизнь одного конкретного человека на раннем этапе, ну или группы людей, вашей целевой аудитории, для которой вы работаете. Вот вы должны найти эту самую функцию, которая улучшает жизнь этого конкретного человека. Чем четче, ярче и эмоционально привязаннее будет эта функция, и чем четче будет проработан профиль этого человека, вплоть до какого-то конкретного одного, тем выше шанс, что вы с первого раза попадете в цель. Количественное измерение значимости это то, что вам обязательно нужно сделать перед запуском продукта и на протяжении потом всех циклов его существования. Потому что очень часто мы в голове подменяем значимость нашего продукта нашими собственными ощущениями. Мы думаем, что то, что мы делаем, будет полезно таким-то людям, потому что, вот, и дальше идет перечень причин, потому что мы так думаем. Это неправильный подход. Вы должны все время спрашивать у тех людей, для которых вы это делаете, действительно ли ваш продукт является значимым, действительно ли он решает какую-то их проблему, закрывает их какую-то боль. И когда дело будет доходить вот до поиска больших групп клиентов, вы как раз определяетесь на вот эти фокус-группы, на их мнение, на то, что они вам сказали, что они думают про ваш продукт или услугу. И отталкиваетесь от этого мнения, используйте этот один шанс на то, чтобы улучшить их жизнь. При этом, всем, после того, как вы создали значимый продукт, все время, на протяжении всего периода взаимоотношения с клиентами выстраивайте эмоциональную связь. Мы тоже очень много раз об этом говорили, большое количество книг прям про эмоциональные связи написаны, но тут важно отметить, что вы не должны игнорировать создание эмоциональной связи между потребителем и тем, что вы предлагаете, потому что никто из нас не является настолько рассудительным, чтобы принимать решение о покупке только на основе рациональных каких-то факторов. Поэтому для определения мест, где можно и нужно создавать такую эмоциональную связь, вам нужно изучить все четыре квадранта модели значимости. Это вот одна из свежих таких идей, которую я потом выписал в задаче, там чуть ли не единственная. В книге говорится про модель значимости. Мы все принимаем решение о приобретении продукта или услуги по четырем основным факторам. Это разум, это общество, это ценности и сенсорная привлекательность. То, что нам говорит разум, то, что навязано, в хорошем смысле, навязано обществом, то, что перекликается с нашими внутренними ценностями, и то, что является внешне привлекательным, и вот тактильно, красиво и так дальше. И сенсорная привлекательность, кстати, она в последнее время выходит вообще на первый план, вот с развитием инстаграмов и других коммуникаций, которые во главу угла ставят передачу данных с помощью изображения, а не с помощью текста. Сенсорная привлекательность товара играет все большую роль и все большую значимость в процедуре принятия решения о покупке этого товара или услуги. Об этом тоже очень много говорится, о том, что компании, которые вкладывают деньги во внешний вид своих продуктов или услуг, в то, чтобы они выглядели профессионально и красиво, в конечном итоге становятся более капитализированными и добиваются больших результатов по сравнению с теми компаниями, которые не заморачиваются все еще над внешним видом своего товара. Очень сильно влияет обстоятельства, в которых вы коммуницируете с клиентами. Значимость сильно зависит от обстоятельств, от содержания, которое вы вкладываете в сообщение, от контекста, который вы предоставляете, и от того, как вы устанавливаете контакт с людьми. Убедитесь в том, что сообщение отвечает вот этим вот всем трем требованиям в каждой отдельной категории целевой аудитории. Можете их просматривать по отдельности, но гораздо круче, если каждое сообщение для того, чтобы попасть в цель, в нем выверено содержание для целевой аудитории, в нем выверен контекст, в рамках которого люди получают это содержание, где они читают это сообщение, попали ли вы в их настроение, которое должно быть у них в этот момент, удобно ли им это делать, ну и то, как вы устанавливаете контакт с людьми, то есть они просто прочитали и ушли, или вы их вовлекаете в какую-то воронку там условную и продолжаете с ними коммуникации дальше. При этом всем, как только с помощью доказанной значимости вашего продукта или услуги вы перевели клиента из разряда потенциального в разряд реальных, делаете все для того, чтобы сохранить вот это самое поведение потребителей. Вся задача значимости заключается в том, чтобы изменить модель поведения потенциальных потребителей и менять ее все время до тех пор, пока эти потребители не станут реальными. Потом максимально надолго сохранять эту модель, и если, в общем-то, не уделять достаточно внимания сохранению модели поведения клиентов, то вы будете постоянно черпать воду дырявой кастрюлей, потому что уходить от вас будут, возможно, быстрее, чем вы сможете приводить новых, и это такой транзакционный маркетинг, когда вам все время нужно приводить 100 новых клиентов, потому что 99 из них уходят, ну, в общем-то, даже если 99 уходят, один остается, это уже неплохо, а уходят все 100, и в следующем месяце вам нужно 100 новых. Бросайте книгу, седьмой факт, и становитесь значимым. Идея значимости должна быть близка каждому члену вашей команды, при этом помните, что у вас есть вот эти вот четыре основные стороны квадранта, квадранта, которые позволяют вам выстраивать не мнимую значимость, не потому что вам сказали заполнить Google Doc с миссией и значимостью вашего продукта, а выстроить ее реальную в обратной связи с клиентами. Это ценность, на что они ориентируются в момент принятия решения, это разум, это общество и сенсорика. При этом не ограждайтесь от неожиданностей. Ваши клиенты обязательно найдут какие-то новые фишки, стороны, области применения ваших продуктов, вам нужно будет просто воспользоваться этим фактом. Тут два момента. Момент первый, чаще всего клиенты не думают так, как думаете вы, и поэтому вам постоянно нужно разговаривать с теми, кто приносит вам деньги. Второй факт, самый важный, вам необходимо внедрять значимость в свою инновационную деятельность постоянную. Мы об этом, кстати, вскользь говорили неделю назад, когда разбирали книгу «Пиксар. Перезагрузка» Лоуренса Леви. Там тоже речь шла о том, что инновации – это дело всей компании. Не бывает такого, что придет визионер какой-то и спустит это все сверху, какая должна быть значимость и как мы будем сейчас добиваться лояльности клиентов. Инновация – система ежедневной деятельности. Она требует к тому же ресурсов, и поэтому вы, как руководитель, должны запланировать и правильно распределять эти ресурсы, тратить деньги на разговоры с клиентами, тратить деньги на фокус-группы, тратить деньги на то, чтобы в тот момент, когда вы получаете обратную связь, вы могли воспользоваться вот этим фактом неожиданного понимания вашего продукта или услуги в глазах потребителя, и чтобы дальше его применять и масштабировать. Не забывайте, что при этом всем невероятно легко стать ненужным. Девятый факт – это может произойти довольно быстро, и для того, чтобы понять, насколько быстро это происходит, вы можете сделать такой небольшой тест, попробовать сейчас назвать продукты или услуги, которые сохранили свою значимость на протяжении последних пяти лет, если это не еда какая-то. Ну вот пяти еще, может быть, подсоберется, там некоторое количество брендов, а вот в десяти последних лет, то есть все то, что было актуально в 2010 году, актуально ли оно сейчас, кто может этим похвастаться, и окажется, что большое количество, особенно в технологичной сфере, большое количество брендов, которые в 2010 были на коне, они сейчас вообще, их нет на рынке. Ну тут, кстати, надо вернуться еще к девятому слайду и к девятому факту, и отметить, что вот, собственно, сохранение значимости вашего продукта – это очень важный процесс, и по сути он сродни процессу закрепления модели поведения ваших клиентов, о которых мы говорили, но он абсолютно другой по механике. Там вам нужно было… Ну, в общем, когда вы сохраняете значимость, вам нужно сохранить верность своей сути и основам, но при этом быть абсолютно гибким и подвижным. То есть вам не нужно лебезить перед вашими потенциальными и реальными клиентами, как говорил Стив Джобс, не делая фокус-группы, говорить нам, что нам делать, но в то же время вы должны прислушиваться к их мнению, быть гибкими и подвижными, реагировать чутко на вызовы рынка, на то, как меняется ситуация, для того, чтобы не стать ненужным. То есть у вас есть стержень какой-то, есть действительно миссия вашей компании, есть, в общем-то, основная роль тех продуктов, которые вы делаете, но при этом вы прислушиваетесь к тому, что вам говорят клиенты, и остаетесь самими собой. При этом будьте готовы к тому, что в какой-то момент текущая итерация вашего продукта утеряет свою значимость, и вам нужно будет пройти весь путь сначала. Первый шаг к восстановлению значимости – это решение, что вы действительно этого хотите. Начинайте с группы ключевых клиентов, постепенно расширяйте охват, при этом будьте очень осторожны. В момент, когда вы потеряли значимость и пытаетесь ее восстановить на группе ключевых клиентов, не заискивайте, не юлите, и не давайте никаких заведомо невыполнимых обещаний. Если вы разочаруете клиента дважды, он уйдет навсегда. Такими вот были быстрые 10 фактов из книги. Трех задач я вам скажу честно, мы в букнотах обычно записываем, это блокнот для осознанного чтения, вот на сайте буква.инфо можете узнать о нем больше. Структурируем, как сама вся книга была структурирована на 10 фактов, 3 задачи. Я особо ничего полезного из этой книги для себя, кроме квадранта по четырем сторонам принятия решений, и кроме еще одного подтверждения того, что инновации это ежедневная, рутинная работа, в которой должны принимать участие, как и в создании значимости, должны принимать участие все сотрудники, и на это нужно отдельно выделять бюджет и быть готовым к тому, что деньги, потраченные на эксперименты, не всегда себя окупают. Вот эти два основных момента я выделил, больше ничего добавить не могу, равно как и не могу особо порекомендовать тратить время на эту книгу. В мире их так много еще есть интересных. Это были быстрые 10 фактов и две задачи вместо трех. Из книги Андреа Ковилл «Релевантность сила, которая меняет взгляды и поведение потребителей, и позволяет всегда опережать конкурентов». Это был проект «Читай быстро» буквы.инфо. Можете проверить скорость своего чтения у нас на сайте буквы.инфо. Слэш рапид, читать текст, ответить на вопросы, получить сертификат, подписаться на канал, обязательно поставить колокольчик, напишите свой комментарий, насколько это был ужасный или хороший, или ужасно хороший обзор книги, что понравилось, что нет. Может быть, есть какая-то книга, которую мы еще не обозрели, и вы бы хотели ее увидеть у нас на сайте или в подкасте. Тут тоже в комментарии обязательно пишите. Если захотите узнать больше про букнот, блокнот для осознанного чтения, или наши рабочие тетради, или смарт-конспекты, которые мы делаем по книгам, по воспитанию детей, по психологии отношений, по всяким разным другим, то приходите к нам на сайт буква.инфо.инфо.блог. Там очень много разных всяких материалов, ну и инстаграм, буква.инфо. О, мы в инстаграме, кстати, наверное, разыграем эту книгу и отдадим ее кому-нибудь. После такой рецензии, конечно, не уверен, что много кто захочет ее себе получить, но, тем не менее, книги должны быть прочитанными, поэтому если вдруг она оказалась не очень интересной для меня, это же не значит, что она не будет интересной или не полезной для вас. Поэтому в инстаграме можете приходить, там будут несложные условия, и если я ее еще к тому моменту, как вы придете в инстаграм, никому не отправлю по почте, то отправлю именно вам. Вот такая история. Увидимся через неделю. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok